Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 6 июля. Я вот как раз нахожусь в той теплице, где я рассказывала, что я лечила такой очень-очень больной томат, который вообще хотела выдернуть. Сейчас я вам его покажу, пока я здесь занимаюсь, и расскажу, что я с ним делала, и покажу, какие результаты. Вот тут я в очередной теплице опять обрезаю нижние листики, подвязываю, и все, томаты растут очень быстро. Вот этот больной томат. Вот смотрите, их тут два, и вот тот, который вот с такими большими плодами, это его напарник, не он, больной, вот этот, который рядом. Вот смотрите, у него было два ствола, он так же, как тот, рос, развивался, и когда дорос до какого-то определенного, ну как, размера, высоты, с ним случилось вот что. Видите, у него ствол потемнел, это еще остался здоровый ствол, второй, вон, видите, черный вот этот обгрузок, второй я вообще обрезала. Вот такой черный ствол стал, у него листья стали, как вам объяснить, но я листья все, конечно, обрезала, они с такими были пятнами, какими-то маслянистыми, блестящими, и весь начал отмирать, вот видите, кисть отмерла, и по идее его нужно было бы выдернуть и выбросить, потому что он прям на глазах херел, умирал, 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 все. Но я решила, что выдернуть я его всегда успею, нужно поэкспериментировать, можно ли его вылечить. Ой, подождите, вот, по-моему, один листик остался. Ну, я не знаю, это или просто засох. Ну, короче, вот что-то вот такое было на нем, видите, какие-то черные пятна, и все, и стволики, и кисточки вот так вот чернели и умирали. И тогда, я уже говорила, вспомнила вот этот бабкин рецепт, когда ничего, кроме медного купороса, не было. Я взяла, я уже говорила дозировку, развела одну чайную ложку, ну, вот это лишний так и стоит, на крайний случай, я думала, может, еще его потом орошить. И дело в том, что все остальные томаты были здоровые, и лечение требовалось только ему, я обрабатывала только один этот томат. Вот рядом тут стоит этот подкидыш, ничего с ним вообще не случилось, он прекрасно как рос, так и растет. А этот умирал. Я этим раствором полила вот здесь приствольный круг, ну, сначала смочила, потом полила. И потом осторожно отвязала его от того, и именно его индивидуально обрызгала все-все листики. И, конечно, этот ствол, где он есть-то у меня, вот этот ствол черный, который я обрезала, блин, а, вот он, ствол, который я обрезала, он, конечно, не оброс, но прекратилось вот это вот дальнейшее почернение и отмирание, вот то, что отмерло, оно отмерло. Но томат начал расти, смотрите, у него вот здесь вот вышел новый пасынок, видите, вот он, он не зараженный, у него нормальные листики, он цветет. Потом у него вышел пасынок от, ну, раз я ствол-то второй удалила, ему, как он начал образовывать активно, вот видите, вот у него стволик, и от ствола вырос еще один пасынок. Это вполне здоровый кустик, нормальный. Это значит, что растение уже не больно, то, что вот этот ствол, остались вот эти темные пятна от болезни, они так и остались, конечно, они уже не пройдут, вот это все так останется на нем. Но дело в том, что я сейчас встану, и макушка-то стала продолжать расти дальше, и никаких, он начал снова завязывать плоды, вот она, видите, вот это его обманкушка, он начал снова давать цветочные кисти, одну за одной, и все вот эти дальнейшие, последующие листики, так, вот вам покажу, они нормального зеленого цвета, ну, и по всему состоянию растения, он начал активно-активно вот эти пасынки восстанавливаться через пасынки, и я поняла, что он выздоровел. И вот это видео специально снимаю для тех, кто пишет, что вот томат заболел, листья начинают чернеть, выдернула, выбросила, выдернула, выбросила. Я, конечно, могла бы этот томат тоже выдернуть и выбросить. У меня ничего бы от этого не случилось, потому что у меня их море, у меня их очень много, и я бы даже не заметила вот этого одного томата, но есть у некоторых, если они выкинут, один, два, три, десять, двадцать, то нечем заменить, и останешься без урожая. Перед тем, как выкидывать, может быть, попробовать самые крайние меры, вот такими, обработать жестким фунгицидом, и после этого, видите, томат снова растет, снова здоров. И к тому времени, да, он будет немножко с опозданием, но к тому времени, пока вот эти вот плоды завяжутся, срок ожидания уже пройдет, и никакого сильно вреда от медного купороса не будет. Как мне написал один зритель, что медный купорос, это яд, он убивает и болезни, и бактерии, и человека убьет. Ну вот я пошутила, у меня бабка, которая пользовалась этим рецептом, она дожила почти до 90 лет, на 87-м году жизни, умерла, вот я ему говорю, ах, так вот почему у меня бабушка умерла, на 87-м году жизни, говорили, я не злоупотребляю медным купоросом, кроме медного купороса, ничего вообще не признавала, вот у нее был этот любимый такой препарат, единственный, в ее доступе в то время, в послевоенное, и у меня обе бабки долгожители, одна 87, другая 84 прожила, сторонница медного купороса, но я ей написала в сообщениях, я была бы рада, если бы у меня медный купорос тоже, годам к 90 лет, если умру от отравления медным купоросом, я буду не против, но это конечно шутки шутками, ясно, что кто-то применяет медный купорос, кто-то боится за свое здоровье, но сейчас наше здоровье, мы можем потерять больше в магазины, покупая фабричные все эти товары, начиная от хлеба до круп, которые тоже на полях обрабатывают, химикатами, так что не надо сильно какой-то один, как, не так страшен черт, как его молюют, не надо один препарат вот сильно так очернять, а другие все продукты, все у нас прекрасные, но только страшен медный купорос, все, я медного купороса не боюсь, вы это видите уже из моих, всех вот этих репортажей, если нужны крайние меры, можно и им воспользоваться, для того, чтобы спасти вот такие прекрасные помидорки, вот видите, ну чем плохая эта помидорка, все восстановилось, растет, будем смотреть дальше за ее жизнью, все, до свидания.